На Гомельшине протягивается практика проведения семинаров-практикум для старшиней районных советов-депутатов. Их мета – распространение лучших напрацовок во всех сферах. На этот раз основную увагу надали укоронению инвестиций и реализации мясовых инициатив. Место проведения чергового семинара-практикум у Калинковицкий район. Тут, правда, есть, чем поделиться. Первый запланованный для наведывания объект – спортивная детячая юнацкая школа Олимпийского резерву. Один и на Гомельшине установят такого типу, где можно проводить республиканские споборницы по греко-рымской бородьбе. Хоть только офицейными мероприемствами тут не обмяжовываются. По инициативе центра у Калинковичах набыли популярность аматорский велоспорт и скандинавская ходьба. А про шатаго по инициативе мясового клуба аматоров хоккею в Рыздюшар побудовали хоккейную пляцовку. Увогулю с инициативами у Калинковицким районе мясовое насельнство выступает достатково часто. Музейные экспозиции, памятные знаки, спортивные пляцовки и скверы. Сирот мясовых инициатив так само организация самозанятости у сельской мясовости. Правда, для активизации этого процесса сегодня необходимо удосконаливать законодавчую базу. Уже на перспективу на будущее. Потому что люди действительно увидели и при соответствующей информационной работе среди населения сельской местности они увидели перспективу, что да, можно оформлять ремесленничество, можно оформлять личные подсобные хозяйства. Я скажу, что более 300 хозяйств было оформлено с временем действия указа. И порядка 170 ремесленников было открыто в сельской местности. Залог успеху реализации мясовых инициатив подтримка пропонувал органами улады. Минавито таким чином у Весы Юровича началося створение музея под открытым небом «Стоянка першобытного человека». Зараз проект находится у стады завершения и худка примена ведовольников. После завершения реконструкции открыться для туристов Юровицкий мужчинский монастыр. 17-го стагодия тут размещался иезуитский коллегиум, потом будинки передали православной церкве. Непосредственно монастыр находится у Юровичах с 1992 года, и в весь этот час тут ведутся ремонтные работы. У Тымлика у подвальных помешканьях, які заховываются практично у першепочатковым выгляде, а маль 300 годзі. Пакуль наведывання подземелья туристами заборонено, але гэта – часовая мера. Урешті монастыр повинен стать яшедным духовным центром Гомельщины. Гэтую кропку гледження подделяють як представники светских органов улады, так і церкви. Все, это наше наследие, это история наша. Это есть чем гордиться, что называется. Это повод для гордости для Гомельской области в том числе. Можно даже сказать, даже где-то для республики, потому что комплекс очень довольно-таки, ну скажем, шикарный. И, конечно же, сам образ Матери Божией, которая здесь вместе с нами, никогда нас не покидала, тоже здесь находится. И поэтому я думаю, что для того, чтобы хотя бы как-то прикоснуться и вдохнуть воздухом вечности, вот это вот самое главное, что может нам дать это место. Основная мета таких семинаров практикому – ознайомление старшиня районных советов депутатов с лепшими напрацовками, які есть у регионах. Не выключено, что некие идеи потом будут реализованы и у инших мястинах. Правда, у суевзи с пандемией коронавирусу летость, сколькость таких семинаров, пришлось оскоротить. Але полностью спынять гэты накеронок работы в областном совете депутатов признали немета згодным. Урешті размова идя в инвестициях у будущиню. Надо признать, что инвестиции – это не только сугубо экономическое понятие, что инвестиции любые, куда бы они ни вкладывались в производство, культуру, спорт, здоровье – это инвестиции в будущее, самое главное.